1 2 3 приветствую следить джентльмены на записи очередного гайда от рестарка пг старков 2 лего сел двоид расы тиранов и сегодня я вам расскажу про лучшее твз в мире дело в том что не так давно прошел целый ряд очень крупных турниров это и турнир в атланте это и home story cup и это командный китайский турнир забыл как он называется world team league как-то так и на всех этих турнирах зрители могли наглядно убедиться что на сегодняшний день неоспоримым топ тираном в твз в мире является некий клемм французский парнишка который показывает высочайший уровень твз и побеждает таких игроков как дарк solar сэрл рейнер топовых просто топовых зергов у него получается побеждать и по сути он единственный кто может показывать такой высокий стабильный результат в твз и мы посмотрим буквально одну показательную игру от лица клемма эта игра окажется с атланты игра против сэрл а так секунду проверка связи отлично всего одну игру и я расскажу про эту игру максимум что следует из него какие основные моменты в ней есть давайте по порядку дебют может быть любым который вам нравится дебютов блага в твз полно можно играть cc first можно играть рипер cc через барак газ через газ барак можно играть марик cc реактор cc что хотите хоть два барака риппер и цешку дебютов в твз масса выбирайте тот который вам нравится больше суть в том чтобы отыгрывая дебют вы соблюдали прошу прощения соблюдали ту цель ту концепцию которую дебют преследует если это рипер cc ваша задача поставить цешник разведать оппонента убедиться что он вас не чизит не аллы нет не пытается очень быстро зачем-то пропушить и возможно как-то рипером поднапрячь убедиться что ставится третья хата и так далее если вы играете реактор cc ваша задача опять же сделать все то же самое но только уже одной ксм кай мариками дома потом подбивать овера их особо не под не показывать потом может быть сделать какой-то выход вперед с мариками или дроп разные варианты скаут после барака допустимый вариант в твз особенно на высоком уровне особенно если вы играете через рипера быстрого первого потому что вы приезжаете этой ксм кай после барака то есть такая самка которая строила барак едет на разведку она увидеть должна строящуюся доделывающиеся хетчери вот вот все хетчери уже готова это означает что хетчери было до пула вам не стоит сейчас бояться ранних лингов если бы хата была не готова рипер оставался бы дома то есть рипер вылетает как раз тот момент когда вы доезжаете до зерга и понимаете что за хетчери там было клемма играет факту после барака и сейчас будет ставить 3 командный центр быстрый билд опциональный прошу прощения кто хочет может играть часть секунду проверим кто хочет может играть быстро быстрый 3 командный центр кому нравится хэлбат пуши на здоровье невидимые банши в больших количествах пожалуйста масс циклоны будьте здрасте вариантов тоже довольно много главное чтобы вы тот вариант который отыгрывали умели его играть что значит умели то есть вы понимали что вы делаете и зачем и самое главное могли если что свой вариант адаптировать под происходящее в игре клемм выбирает довольно не оригинальный но редкий вариант он после факты ставит второй барак он сейчас сделает группу геликов а потом сделает старпорт после второго барака и сыграет как бы поздний дабл дроп где 16 мариков со стимпаком на двух медоваках летят вперед но с третьим командным центром вот такой у него план это план на его раннюю статью то есть такой у него билд вот пожалуйста можете брать вот этот вариант на вооружение почему нет он сделал всего 2 гелика все полетел час освобождать реактор сейчас барак сажают на этот реактор факта ставит свой реактор возле факты ставится старт на этом этапе ваша задача вот здесь убедиться что клемма делает что его час не пытаются запушить какими-нибудь масс рачами реводжерами тупо маслинги и так далее то есть он убедился что пи во первых ставятся третьих очередь то есть это уже не какой-то двухбазовый пуш алым и не быстрые двухбазовые технологии во вторых он сейчас пытается контролировать крип его распространение ну сразу успешно пресекают эти попытки и пытается убедиться что участки никакие линги с врачами не побегут в его сторону вот то есть он просто контролирует карту по возможности этот отряд свой передовой он не отдает цели в этом билде ванста не ставит заехать пострелять рабов что-то еще он ничего ему не сможет этим отрядом сделать он просто контролирует выход с базы и все при любых раскладах ваша твз приходит к композиции 5 1 1 эта композиция ваших производящих зданий то есть когда вы играете био твз да и даже смехом в принципе тоже самое получается у вас пять основных производящих зданий старпорт обязательно ну и в случае с био у вас работает факта 511 то есть вы должны выйти на 5 работающих бараков даблгрейды одну факту в один старпорт мы сейчас говорим про био я на этом внимание акцентирую я об этом не сказал на старте потому что в принципе ну наверно это было очевидно скорее всего если нет то вот удачу уточняю мы сейчас говорим именно про стандартные шеи био твз и теперь какой дальнейший этап игры я в одном из своих гайдов рассказывал что нит гейм средняя стадия так называемые в твз начинается мы вообще в целом дебил термона она начинается в тот момент когда у вас появляются два компонента это медваки и стимпак и когда у вас эти появляются компоненты начинается средняя стадия игры какой план на нее в твз первое это контроль четвертой базы клемм уже убедился что зерк выходит на четвертую все он знает то что там четвертая база ставится знает где она ставится второй этап это контроль распространение крипа уже не просто карты то есть мы не просто ходим по этой карте катаемся и смотрим делать что а пытаемся бросать сканы подсекать одиночных клин подсекать крипту бары и как и с первым нашим отрядом гелико-риперов мы ни в коем случае этот наш передовой отряд не отдаем нит гейм в этом билде то есть в этом вариант варианте игры от клемма начался очень рано на 5.30 кажется у него вылетели уже первые два вот этих медвака с мариками или на 5.20 в целом такой полноценный мид гейм начинается всегда в твз примерно в районе 7.00 7.30 что это за тайминг это тайминг когда у вас должен доделываться грейды 11 должно доделываться вторая факта с арсеналом и ставится до вот четвертый командный центр и начинается расшатывание зерга то есть вы делаете один double drop с одной стороны и вот сейчас он снаряжает 7.30 второй double drop с другой стороны и будет с разных сторон оборону зерга растягивать поскольку там были рачи то клемм добавляет в вторую факту и на ней ставит лабораторию однако если там были линги уже можно было бы первую факту поднять поставить ее реактор и спамить мину а второй факт то сделать лабораторию или прыгнуть на старую лабораторию и заказать грейд на закупку мину и делать упор на мину против линга бейнов даже против линга бейна гидры а вот добавление рачей вынудила клемма и вот именно добавить сделать упор на танки поэтому у него сейчас 2 факты будут делать танки если бы там были чистые рачи ревеллеры тоже упор нужно было бы делать на танки в первую очередь а так вот это вкрапление рачей конечно лучше было бы все таки одно факту оставить на реакторе потому что основной упор идет именно на лингов а не на рачей и как раз мину они эффективны напротив масс лингов и масс бейнов рачей у зерга минимум это вот такой небольшой отряд который позволяет выгодно размениваться с пехотой да а так дропнулись с одной стороны дропнулись другой стороны идет растяжка обороны идет растяжка зерга в разные стороны контроль выхода на пятую базу что очень важно попытка выгодно разменяться вот с маленькими отрядами зерга были бы мины это было бы еще проще потому что вы можете дропнуть пехоту с минами выманиваете на себя лингов убиваете сколько можете безнаказанно а потом прыгаете в медоваки мины стреляют по лингам а пехота спасается мины вероятнее всего погибают но зато вы размениваете получается мины в малых количествах на большое количество лингов и бейнов если повезет параллельно с этим выходит идет выход на четвертую как только вышли на четвертую ставится пятая база грейды у нас делаются безостановочно ни в коем случае стопа по производству грейдов не происходит да теперь в чем суть сейчас клемм определяет для себя какую базу он будет просто харассить вот честно уже начинается макро самое настоящее а как на какую базу он пойдет в лоб всей своей армии тут его сэр успешно перехватывает на муле скажем так и ситуация очень опасно сейчас было но клемм справился отступил грамотно занял позицию и вне крипа зерк размениваться будет невыгодно он это понял он отступил план на макро игру какой тот самый дабл дроп один из тех кто выжил он продолжает харассить одну базу отдаленную на одном фланге а на второй фланг вы выдвигаетесь своей основной армии причем была попытка выйти вперед но тут есть важный нюанс вот это была бы хорошая попытка не она бы увенчалась успехом если бы зерк не успел выйти в т3 но к сожалению для клемма сэрл уже добавил лэйр добавил ультралисков в частности то есть выбор т3 серого был в пользу ультралисков ну и масс бои на то естественно поэтому теперь такие выходы по земле просто вот так вот танки минки пехотка уже больше не работает все растягивать по разным сторонам тоже уже клемм понял что это неэффективно сейчас и поэтому начинается уже поздняя стадия игры какой план игры в поле поздней стадии у клемма сейчас это самая настоящая черепашка то есть это добавление либераторов танков больших количествах огромное количество орбиталок планетарки там где можно и там где нельзя и глухая оборона через харасс харасс может быть максимально дешевым что значит дешевый харасс вот медовак с 8 мариками это не дешевый харасс учитывая что вы его там хороните получается а вот один либератор одиночный или один гост который роняет ядерку это дешевле как ни странно это дешевле чем рисковать целым медоваком который представляет собой 10 боевого лимита при этом вот пожалуйста небольшой отряд пехоты который выходит вперед клемм прекрасно понимает что он может в любую секунду всей этой пехоты прыгнуть внутрь и улететь да вот так и при этом он нажимает базу давление обычно происходит как я сказал в одном направлении а харасс в противоположном и вы изначально определяете как определить куда пушить на грубо говоря а куда харассить логика следующая обычно пушат те базы которые максимально новые и максимально перспективные в данном случае это те базы которые находятся на карте на двенадцать и на час дня то есть наверху справа вот правый верхний угол это перспективное направление попутка зерга выйти вперед попытаться как-то переломить ход ситуации помешать террому возможно подловить его как-то на ошибки не увенчалась успехом абсолютно непробиваемая оборона выход на пятую одной планетарки мало добавляйте сразу всегда еще одно тут планетарка обратите внимание да такая здесь просто глухая стенка из командных центров причем один из них тоже в планетарку нужно делать за этим всем у нас ставятся турели танки можно либераторов добавлять мины почему нет тоже было бы очень неплохо добавить в идеале в поздней стадии если вдруг вы там какую-то базу теряете у вас должно быть вот эти вот дополнительные макро цсшки так называемые и вы с них я покажу специально камеру уберу на секунду вот раз два три вот опустая четыре четыре дополнительных орбиталки а в случае если вы сливаете какое-то количество рабов на забеганиях на каких-то атаках зерга и так далее вы их не достраиваете вы их заменяете боевым лимитом и минеральную добычу компенсируйте этими командными центрами бросками мулов с этих семи орбиталок заметьте что клемм добавляет еще две новых цсшки обязательным идет в лейте добавление гостов с инвизом и с муками добавление фьюжн кора с дальностью для либераторов по сути поздняя стадия поздняя композиция для террена это частично био а костяк это госты либератора какое-то количество танков у вас должно быть обязательно чтобы вы не умирали от таких вот забеганий масс бейнов а бейны они очень хорошо такую пехоту тем более с гостами и либераторами против линга бейнов нужен сплэш сплэш у террена дают всего три юнита по земле это халбаты мины и танки халбаты максимально неэффективны против бейнов по понятным причинам у них статус лёгкий поэтому бейны довольно хорошо взрывают этих халбатов вот ну и халбат не может за залп как минка убить разом кучу лингов и бейнов колбат просто может настреливать до впитывать урон но просто стрелять редко сильно но не особо эффективно скажем так то есть халбатом нужно много времени чтобы окупиться может какое-то длительное сражение а с бейнами обычно сражение довольно быстрый то есть зерк заказывает много бейнов наламывается бейнов сливает если он видит что он не пробивает он отступает до заказывается заворачивают новых бейнов и повторяет то есть зерк атакует натисками терн натисками атаковать не может у терна армия очень позиционная очень сильно зависит от того где какие юниты расположены и терна выгодны длительные сражения чтобы каждый юнит успел много-много пострелять попытка как-то этим отрядом выиграть время стянуть армию зерга в другую часть карты на мейн желательно и соответственно продолжается зачерепашивание своей новой самой перспективной 5 базы заметьте что терн не расширяется в левую сторону то есть он свою одну базу на одном фланге превратил в самую настоящую крепость вот здесь с танками турелями сенсоркой глухой стенкой за орбиталок и планетарки то есть нападение сюда для зерга будет максимально невыгодным это будет лютый минус плюс эта база уже добывает давно это четвертая по счету база а вот эта база уже 5 она перспективная она дольше протянет в ней больше ресурсов чем здесь это раз во вторых то это основная причина тут принципе даже добавлять уже ничего поэтому отсюда уже терн будет расширяться вот сюда на шестую то есть ему час максимально целесообразно эту базу защищать отсюда армии куда-то двигаться здесь основной армии находиться и так далее и двигаться уже выходить дальше на следующую на эту базу здесь в свою очередь вот эту базу он будет пытаться харасить но не пушить и в целом то есть сейчас какие-то выходы вперед то есть просто вот ну как я уже сказал да что представляет собой стиль черепашки вы не возникает у вас такой ситуации что вы берете просто вот по f2 собираете всю свою армию в одну точку и идете в лоб просто в одну сторону если вдруг вы проиграете сражение то вы не сможете разом быстро заказаться и восстановить ту армию которую потеряли а зерк сможет если у него есть банк а у зерга банк есть наверняка если у него много баз и он редко разменивается в минус у него банк будет обязательно как видите клемм делает вообще все грейды которые может на армор техники на закупку мином которых у него в принципе очень мало здесь как вы могли обратить внимание на атаку наземной на атаку воздушной на здание грейды делаются даже вот на эти это грейд нами давать и чтобы у них кажется энергии было больше если не сживаюсь я в близы чем вы хотите от них вот как видите даже не на самих базах а просто на каких-то стратегических позициях высотах узких проходах тоже ставится сенсорки планетарки танки турели и здесь очень много было сделано именно благодаря тому что здесь стояла вот такая вот планетарка здесь свою очередь тоже стенка из цешек но здесь будут орбиталки как ни странно выход вперед ни в коем случае не нужно делать свою армию голое био или голые госты то есть должна быть скомбинированная композиция госты нужны исключительно против т3 и кастеров пехота с минами и танками нужно именно против мяса если у зерга голые т3 соответственно вы делаете больше упор на гостов и либераторов если у зерга голимое мясо в виде бэйнов лингов рачей игры и так далее вам гостов много не нужно нужно будет несколько штук буквально чтоб просто в случае если появится т3 его высекать ну и самое главное обычно когда зерги делают упор на мясо они добавляют немножко кастеров и вот против них нужны госты вот именно чтобы снять мама и все ваша пози ваша композиция боевая она должна отвечать тому составу который вам зерк противопоставляет то есть что в твп что в твз не вы определяете свою композицию а вы ее корректируете относительно того что делает ваш оппонент ну вот к сожалению био твз она так работает то есть не вы решаете что я хочу сделать масс гостов вы их сделаете пожалуйста это ваше право только вот такой вот налом будет вот масс мясом госты его не отобьют и все вы проиграете опять обратите внимание давид клемм группировкой довольно солидные с одной стороны причем он не просто давит в лоб а вот именно пытается выманить зерга под либераторов под танки самым тем временем просто прожимает ту или иную базу он проживал там седьмую это кажется по счету одну из самых новых на юге на шести часах на семи расположена еще одна очень свежая база но ее клемм уже не пушит потому что ему придется перетягивать все свои войска тогда вниз и зерк если увидит что вся армия перетягивалась вниз он наломится на свежие базы клемма даже со всей этой статикой если он их выбьет то он получается подорвет экономический потенциал терна поэтому клемм продолжает основной армии давить в одном направлении и харасить в другом направлении но создавать второй фронт необходимо в любом случае то есть просто оставлять эту базу добывать ни в коем случае нельзя этого вот это будет неправильно очередной налом очередное удачное сражение для клемма почему большое количество статичной обороны с грейдами и так далее танки турели либераторы хорошая позиция и уже подстраивает в больших количествах клемм гостов потому что он пытается сейчас заменить био которая умирает именно зданиями то есть заменить био зданиями которым подстраивает чтобы они давали сплэш и впитывали урон это вот как раз планета рачки тут либераторы в хорошей позиции туре . очки вот сейчас клемм решил сменить направление когда он понял что ту базу зерк уже давно не занимает то есть от этой базы наверху зерк уже отказался и полностью свое внимание клемм теперь может переместить сюда большое сражение то есть как только зерк увидел что клемм сместился вниз он сам всей своей армии полностью смещается вниз и нападает здесь эта база уже не особо перспективная мало интересует клемма потому что старая здесь уже мало ресурсов если вообще есть сейчас основное направление клемма уже будет в этом ключе то есть сюда нужно давить и собственно вот вот весь геймплей поэтапно пошагово обратите внимание что есть план да этот план первое это дебют что мы делаем в дебюте напоминаю мы разведываем убеждаемся что у нас не харассит не алынет не пушат не чизит не алынет то есть играется какой-то тот или иной стандарт либо подстраиваемся под то что зерк делает да то есть реагируем на чизы на какие-то пуши алыны адекватно скажем так адаптируемся второе играем свой билд у которого какая-то цель третий командный центр пожалуйста с баншами значит баншами дфм все в случае чего потом летим харассим если это как у клемма сейчас был 2 быстрый барак то поздний стим дроп дабл стим дроп варианты есть с либераторами с викингами куча разных вариантов пожалуйста на любой вкус дальше идет средняя стадия игры это мидгейм мидгейм у нас мы контролируем карту чистим крип давим на четвертую базу стараемся размениваться в плюс видите вот что о чем я говорил адаптация под оппонента там уже пошел большой упор на мощный упор на каратор эту базу зерку выбил клемм эта база уже не добывает клемм теперь смещается на свою базу чтобы ее защитить вот эту то есть давление происходит давление на ту базу которая наиболее перспективная сейчас перспективная база у зерка самая новая самая свежая находится в левом нижнем углу но она слишком глубоко слишком там большое количество крипа там нужно выстраивать статику клемм выстраивал статику здесь под статикой то есть это грубо говоря его крип это границы его территории в них он двигается свободно то о чем он говорил большое количество караторов и клемм просто реагирует он добавляет юнитов который контрят тех юнитов которых добавляет зерк а против караторов вас опять же хороши госты и викинги закончу мысль четвертый шаг макро харассим в одном направлении делаем большой солидный выход в другом направлении акцент делаем на перспективную базу зерга лейтгейм зачерепашиваемся харассим по разным направлениям обрастаем статикой занимаем новые базы не даем генеральных больших сражений не даем сражений в которых мы можем разом потерять весь свой лимит а это какие-то локальные стычки не стремимся нападать на зерга стараемся выманить его на нас чтобы он невыгодно разменялся и после невыгодного размена занимаем какой-то новый участок территории либо восстанавливаем то что зерк нам снес при этом нон-стоп по разным направлениям одиночные либераторы госты с нюками которые могли здесь тоже неплохо так зайти почему нет ну и собственно все это о чем я говорил всю игру это попытка в первую очередь выгодно размениваться и вот в лейте как раз в лейте пошли те самые выгодные размены то есть обратите внимание в средней стадии игры до 9000 на 17 хорошо разменивался клемм все круто все четко да здорово но разрыв до в два раза но это небольшой разрыв вот это небольшой разрыв разрыв всего в 10 тысяч да идет налом и так далее разрыв сохраняется 10 тысяч а вот уже лейт когда сейчас все начнет обрастать планетарками сенсорками турелями либераторами и так далее разрыв потихоньку будет увеличиваться и с каждой минутой каждый лом будет все менее выгодным для зерга и расчет как раз в лейте на то не на то что мы просто пойдем и вдруг внезапно игру закончим расчет на то что зерк банально об нас разобьется подберет одну композицию вторую третью наломится на одну базу на вторую на третью наломится один раз два три а вы все это стерпите и другого сценария в тв в принципе наверное нет то есть варианта как-то перехватить инициативу и самим навалиться куда-то что-то сделать у тиранов нет то есть ваш план на игру в лейте именно такой если зерк дожил до поздней стадии то есть он вышел в т3 вы его не запущены не зачизили не захарасили до смерти не задавили не задушили его он вышел в т3 он вышел в слонов беру бургордов основные вот самые популярные темы это конечно ультралистские слоны и люркеры с гидрой вот если он вышел в т3 то все вы врубаете режим черепашки режим выманивания на невыгодные сражения и заметьте уже разрыв увеличивается разрыв потихоньку увеличивается вот уже 20000 почти а дальше будут впереди уже все 30 и параллельная постоянная легкая небольшое давление понятно что здесь это не армия до 1 утра риск несколько бейнов можно было бы это в принципе легко выбить но смещать сюда с армию а выбить это можно вот именно армии потому что горстью пехоты это вот выбить довольно тяжело будет я гаста сюда тоже не подведешь не выгодно было потому что основное сражение проходило здесь вот здесь основная активность была и вот как раз под статикой вот этой термин двигаться комфортно статика впитает урон статика раздаст урон статика поможет не брезгуйте вот такими вот зданиями не брезгуйте ни в коем случае вот это вот как раз такое грамотное поведение в макро по-другому тираны выиграть вот вот это вот это рецепт победы другие варианты они вот к сожалению не работают поэтому старайтесь использовать те преимущества которые есть у вашей расы 23000 разрыв по потерям вот то что я вам хотел показать коротко четко емко я надеюсь было интересно я надеюсь вы что-то новое для себя узнали подчеркнули пожалуйста оставляйте ваши вопросы пожелания комментарии предложения я постараюсь активизировать процесс гайдмейкинга несмотря на то что в принципе игра сейчас находится в таком состоянии что слегка стагнирует будем так говорить то есть патчи новых нет карты новые выходят очень редко в целом то есть какой-то динамики в мете тоже пока не наблюдается поэтому будем посмотреть будем работать будем стараться что-то посмотреть чтобы придумать еще раз большое спасибо за внимание всем счастливо и пока пока